Подведем информационные акценты вместе с журналистами Котловского объединения телевещания. С вами Роман Аверчук. Здравствуйте! Крупное международное мероприятие состоялось накануне в Архангельске. Там прошло пленарное заседание 16-й министерской сессии Совета Баренцева Евроарктического региона. Совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, защита окружающей среды и борьба с изменением климата, культурное сотрудничество и повышение привлекательности Севера для международного туризма. Именно на этих вопросах фокусируется Совет Баренцева Евроарктического региона, в который Россия входит наряду со Швецией, Финляндией и Норвегией. Сегодня министры иностранных дел всех стран встретились на пленарном заседании 16-й министерской сессии. Смерть вносит значительный факт сохранения Севера Европы в качестве зоны стабильности и добрососедства. Убежден, что обеспечение устойчивого развития всего региона и создание комфортных условий для проживания граждан должно оставаться в нашей территории. Совет Баренцева Евроарктического региона был образован в 1993-м. Каждые два года выбирается страна-председатель. На протяжении последних двух лет эта почетная функция была у России. Сегодня образы правления перешли к Швеции. В большей степени мы будем фокусироваться на расширении контактов между людьми. Мы рассматриваем Совет Баренцева региона как средство, с помощью которого можно усилить взаимодействие между районами Баренцева региона. И мы попытаемся использовать наше председательство, чтобы усилить международный обмен молодыми учеными. В следующем году Совету исполнится 25 лет. Все эти годы в Архангельской области дружеские страны успешно реализуют международные проекты, в том числе и проекты ЮНЕСКО. Например, сейчас обсуждается включение Кинозерского национального парка в список объектов всемирного наследия. В планах сделать это в 2020-м. Совету предстоит решить и немало проблем. Есть очень острая проблема, которая всегда обсуждается с коллегами из Финляндии и Норвегии. Это транспортные маршруты. И мы знаем, все знают о том, что мы приобрели два самолета Л-410. Мы как раз ведем переговоры о том, чтобы поставить эти самолеты современные, новые, на маршрут, который будет связывать нас с Норвегией и Финлядией. На сегодняшнем пленарном заседании министры иностранных дел, наблюдатели в региональном совете и представители международного Баренцева секретариата обсудили перспективы на 4 года вперед. Главная цель – укрепление приграничных связей между странами Биар. В 2017 году мероприятиями по благоустройству в Котласе удалось охватить 12 дворовых территорий и одно место массового отдыха населения. Плюсом к ним стали муниципальные территории общественного пользования в микрорайоне ДОК и поселке Вычегодский, которые заметно похорошели в рамках реализации национального проекта ЖКХ и городская среда. На сегодня все запланированные работы в рамках реализации федерального проекта в Котласе завершены. Средства, выделенные муниципалитету из вышестоящих бюджетов, освоены в полном объеме. Продолжаем. В Плесецком районе торжественно открыли движение по обновленному участку автострады Брин-Наволок-Плесецк-Каргополь. Отремонтированный участок дороги в Архангельской области войдет в состав федеральной трассы. Я официально докладываю о том, что все работы по реконструкции участка автомобильной дороги Архангельск-Каргополь-Вытегра на участке Войбора 124-й километр завершены. Глава Дорожного агентства региона запускает в эксплуатацию 12 километров реконструированной дороги. По факту работы завершили еще два месяца назад с опережением сроков. Этот участок строили за счет средств федеральной программы развития и совершенствования сети автодорог регионального значения. Конечно, это радует. Безусловно, такие дороги, по которым сейчас мы уже проехали, по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было принято такое решение именно о реконструкции данной дороги. И вот сегодня мы открываем уже третий участок. По участку в год реконструкция автодороги Каргополь-Вытегра идет уже три года. И в будущем году эта трасса станет федеральной с индексом А215. Она позволяет сократить путь до Санкт-Петербурга на несколько сотен километров через Вытигру и Ладейное поле. Благодаря тому, что сегодня вот такие большие вложения, это более полутора миллиардов рублей, сделаны вот в этот участок. И в дальнейшем после передачи в федеральную собственность есть планы федерального центра по приведению дальнейшего нормативного состояния дороги. Они, безусловно, все больше и больше будут привлекать внимание перевозчиков к этому маршруту. Как и предыдущие три участка, свежевведенные в эксплуатацию в Войберске отрезок пути в Северную столицу, покрыт щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Гарантия на верхнее покрытие от подрядчика четыре года. Нижний слой должен прослужить шесть лет, а основание восемь. Действительно получилось хорошо, да. Красивая дорога, ровная, прекрасная, сокращает время движения в разы. Если раньше на грунтовке здесь можно было ехать и два, и три часа, то сейчас за 20 минут проскочите все три участка. На будущей федеральной автодороге А215 по территории Архангельской области останется построить всего два участка. Самодет Кяма протяженностью чуть больше 7 километров с обходом поселка Самодет и равный ему по протяженности на 124-132 километрах трассы. К другим темам. Котловским городским судом вынесен приговор в отношении 41-летней жительницы Котловского района, которая в течение пяти лет незаконно на почте получала социальную пенсию по случаю потери кормильца и плюсом к ней региональную доплату. Пенсионному фонду в отделении соцзащиты населения таким образом нанесен ущерб свыше 460 тысяч рублей. Еще в 2012 году сотрудники ОМВД России Котловский уведомили получателя пособий об отмене решения о выплатах. Но женщина почему-то скрыла этот факт и продолжала получать деньги. На судебном заседании свою вину она признала частично. Виновность ее совершенной инкриминированной деяниями подтверждена совокупностью доказательств, представленных стороной государственного обвинения. Приговором суда назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших на общую сумму 464 тысячи 411 рублей 84 копейки. Сразу несколько турниров по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья в этом месяце выиграли Котлашане. Около 40 ребят от 10 до 17 лет с ракетками в руках сражались за переходящий кубок мастера спорта Юрия Ожегова на третьем областном турнире по настольному теннису. Участие в мероприятии приняли спортсмены из Котласа, Коряжмы, Архангельска и Котласского района. Детишки с удовольствием принимают участие, азартно. Сейчас очень выросла техника, выросла конкуренция среди ребят и благодаря этому турнир получился зрелищный. И было сложно предсказать, кто будет победителем. Примерно 6-7 детей конкурировали за первое место и за переходящий кубок. Но выиграл у нас его наш воспитанник Котлашанин Антон Гатальский. Он получил переходящий кубок среди юношей. Переходящий кубок среди девушек тоже завоевала Котлашанка Дарья Лоскутова. По итогам турнира наши юные теннисисты заработали на областном турнире 4 награды. Две золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Восьмой турнир на переходящий кубок главы МО Котлас тоже вышел напряженным. За право быть лучшими в области боролись около 50 спортсменов в составе 8 команд из Архангельска, Коряжмы, Котласа, а также Ленского, Котласского и Устьянского районов. За медали сражались теннисисты всех возрастов. Кому-то недавно исполнилось 12, кому-то уже за 60. По итогам соревнований более 14 наград получили юные участники. Переходящий кубок второй год подряд у команды города Котласа. На этой неделе невероятный драйв, море позитива и положительных эмоций получили зрители Котласского дворца культуры. Здесь прошел концерт заслуженного артиста России Сергея Трофимова. О чем рассказала музыка исполнителя и как у нас встретили певца, подробности в нашем следующем материале. Глубокие бархатистые нотки его голоса знают миллионы. Он собирает многотысячные залы, а накануне приехал в Котлас. Билеты на концерт были проданы за месяц до мероприятия. Дворец культуры в этот день был переполнен. На сольный концерт Трофимова пришли не только Котлашане, но и гости из Коряж, Мобильникова Устюга, Красноборска, Лузы, Ильинско-Подомского и других территорий. Он поет сам, у него отличный аккомпанемент, ансамбль тоже очень замечательный. А второй от души, наверное, все равно чувствуется душу. Репертуару нравятся прежде всего лиричные песни, потому что душевные песни очень. А пришли на концерт именно за тем, чтобы получить вот эти эмоции. Очень довольные, очень рады, очень счастливы, что он приехал. Сначала игривые и озорные песни, затем душевная лирика. Все вживую, все эмоционально. Зал, заполненный до отказа, откликался и подпевал каждой композиции. Талант, душевные песни, открытость Трофима не оставили равнодушным ни одного человека. Несмотря на стопроцентную отдачу, после двухчасового выступления он нашел время, чтобы дать эксклюзивное интервью нашему телеканалу. На вопросы о Северном крае отзывался в своей любимой, ироничной, прямолинейной манере. Нет, ну все города с севера, они, да не только с севера, а в России, они сейчас все похожи. Везде есть магнит, магазин, еще какие-то такие сетевые. Поэтому тут, к сожалению, немного своеобразие теряется в последнее время. Но слава богу, на подъезде к городу удалось заснять деревянную церквушку и потрясающие два деревянных дома. Это, значит, еще процветает. Выступление Сергея Трофимова в рамках нашего города вышло грандиозным, но на нем концерты российских звезд в Котловском дворце культуры не заканчиваются. 2 ноября на юг севера со своей программой «Там, где любовь» приедет первица Варвара. 19-го – Эдуард Изместиев, больше известный под псевдонимом Андрей Бандера. До конца года в Котловском ДК выступят северный русский народный хор Вологодской филармонии. Впервые на нашей сцене зарубежная певица Сандра, а также спектакль «Ты мне, я себе» с участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного. Сразу после концерта Сергей Трофимов дал эксклюзивное интервью главному редактору телекомпании «Космос» Елене Кермич. Предлагаем посмотреть его прямо сейчас. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень рады, что в этом томографике вы нашли время именно для областного общедоступного канала «Правда Севера» и телепроекта «Регион-29» лица Котловского объединения телевещания и приехали в наш город и даете нам интервью. Поэтому первый вопрос. Я знаю, что вы приехали сюда за несколько часов до концерта, успели что-то наверняка увидеть. Какое впечатление о нашем городе? Что-то, может быть, приятно впечатлило, а что-то, может быть, наоборот, оттолкнуло? Нет, ну все города с севера, они, да не только с севера, а в России, они сейчас все похожи, везде есть магнит, магазин, еще какие-то такие сетевые, поэтому тут, к сожалению, немного своеобразие теряется в последнее время. Но, слава богу, на подъезде к городу удалось заснять деревянную церквушку и потрясающие два деревянных дома. Это, значит, еще процветает. Когда вы гастролируете, вы бываете в городах-миллионниках, в таких небольших городах, как наш Котлос. Вот вносит ли такие города, как наш город, какую-то лепту в ваше творчество? Уделяете ли вы им какое-то внимание? Потому что сегодня я слышала Москва, Сочи, Россия в целом, а вот малые города. Какой вектор развития вашего творчества им предназначен? Ну, да, я так как-то не специализируюсь, чтобы специально писать там для малых, больших городов. У меня просто с севером любовь дальняя и плотная, потому что мне еще было 17 лет. Я поехал сюда, в Архангельскую область, Лешихонь, с фольклорной экспедицией. Мы там были в таких глухоманях. Собирали у бабушек, дедушек песни, обряды, всякие там вышивки, кружева. Да, после этого, когда вот знакомство состоялось, по неволе я вынужден, так сказать, в силу своих вот увлечений, там, всякой семантикой, сравнительным языкознанием, вынужден заниматься русским севером плотно. Потому что именно здесь осталась та Русь, которая была изначальная. И язык остался русский, похожий на санскрит. Ну вот про язык вы сказали, а про людей? Вот тут, например, та же, люди, с которыми общаются. Люди отличаются. Чем? Они более свободны здесь, понимаете, здесь все-таки в такой степени не было крепостного права. И здесь человек более хозяин, что ли, себе. Нету же девенчества. Тут даже деревни совершенно другие, чем вот брать среднерусские и северные деревни. Совершенно по-другому хозяйство не ведется. Поэтому я северных людей уважаю. Наверняка и поклонники, и те, с кем вы общаетесь, всегда очень часто задают и много вам вопросов. Есть ли те вопросы, которые вы принципиально, может быть, оставляете без ответа? Да. В какой тематике? Или какие, может быть, вопросы самые популярные? Как мне удается в таком состоянии сохранять свои волосы? Нет слов без комментариев, как говорится. Ну, и также, что определенно за ваше творчество поклонники всегда вас благодарят. И это, разумеется, и цветы, которых сегодня тоже было много, и аплодисменты. А кроме этого, вот какие, может быть, еще подарки? Или какие, может быть, самые необычные подарки, которые был, которые вас поразил и удивил? Ну, честно говоря, один подарок, я был просто к нему не готов на то время, когда после концерта город Ташаус, это Туркмения. И после концерта человек, так сказать, вывел меня, подвел, мне такой газик такой, машина была. Он открывает заднюю дверь, а там не щенок, не котенок, как сказать, гепард. Он говорит, тебе. И я такой застыл, блин, а куда я его? И куда он? Ну, никуда. Пришлось отказаться. Он так обиделся. То есть, места гепарда не нашлось? Ни нас делал никак. Ну, хорошо, а если бы я не гепард, а, предположим, лошадь, конь, тоже достаточно традиционный подарок. Ну, коня еще можно было бы куда-нибудь пристроить. И на скаку остановить. Не, ну там в Москве есть частные эти всякие, как, ипподромы, где можно держать конюшки. А гепарда-то куда? В квартиру его не возьмешь. Слишком большой и злой, видимо, да? Сергей Вячеславович, в этом году уже наш город отметил 100-летний юбилей. И так совпало, что еще и наша Архангельская область отметит в ближайшее время 80 лет со дня образования. Жители по морю вообще могут ли надеяться на то, что, пусть несколько строк, понятно, там не вся песня, но, может быть, какая-то частичка, вот побывав, тем более, как вы сказали, уже в Лешиконе, сегодня в Котласе, когда-нибудь найдет свое отражение в ваших произведениях? Знаете, я, в принципе, предвидел, что будут такие юбилейные даты, и такая песня уже есть. Эх, дал бы кто взаймы до следующей зимы. То есть вы считаете, что у нас все так плохо? Мы создаем такое впечатление, наш город. Да нет, я сучу, конечно же. А все-таки, или это тоже тот вопрос, который остается без ответа? Про Русский Север я что-нибудь обязательно напишу, потому что мне это все дело серьезно, так сказать. А все-таки Архангельская область, Русский Север я подняла ваше особое отношение, а вот Архангельская область. А что, Лешихоня, это не Архангельская область? Вы сказали, Русский Север в общем. Слушай, Архангельской области 80 лет, что про нее писать? А Россия, матушка, которая здесь, ей несколько десятков тысяч лет. Ну, это наша область, это наш родной край, которому вы сегодня говорите, что его надо любить, так же, как и Родина. Родной край в языке вашем. Вот то, что вы говорите со мной сейчас, вот это и есть ваше родное. Завершающий, наверное, вопрос. Тогда еще одна дата. Это один год за дня образования нашего областного холдинга, нашего телеканала. И вот можете ли вы несколько слов буквально и обращение какое-то, и к телевизионщикам, которые делают продукт, тот продукт, который смотрят миллионы людей, и самим зрителям. Что бы вы сегодня вот хотели донести и той, и другой аудитории? Ну, раз вам уже год, я думаю, что после рождения компании остается самое главное сделать первый шаг. Это где-то как раз в районе года случается. И чтобы эти шаги вели вас к вершинам творческого мастерства и безраздельной спонсорской помощи. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. Ваши бы слова. Спасибо. А теперь новый выпуск телепроекта «Талантливый Котлас». К себе в гости нас пригласили ученики первого В-класса школы номер 82. Эти маленькие участники нашего проекта обладают неординарным воображением и любят творить. Первоклассники из 82-й школы приняли участие в конкурсе «Вторая жизнь пластиковых бутылок». Вместе с родными они смастерили поделки совершенно разного назначения. Мы с мамой посмотрели в интернете и решили сделать кормушку. Когда птичка садится, она клюет. И так помогаем птичкам жить. Это песочные часы. Они, их можно засечь на 16 секунд. Я просто люблю животных. Мне помогало делать тетя, мама и папа. В творческом соревновании за почетные грамоты боролись более 20 участников. Результаты в конкурсе у этих первоклассников внушительные. Одно первое и два вторых места. Но главный приз для ребят и их родителей – счастливые часы, которые они провели вместе, мастеря оригинальной поделки. Их они представляют и в нашем телепроекте «Талантливый Котлас». Напоминаем вам, голосование за победителей началось. На этот раз за счет идут не лайки, а комментарии под понравившимся видео. Они выложены в нашей группе во ВКонтакте во вкладке «Талантливый Котлас». На цокольном этаже торгово-развлекательного центра столицы открылся необычный для Котласа новый торговый формат – мебельный шоурум. В переводе это означает «демонстрационный зал». Какие преимущества у такого магазина – узнаем прямо сейчас. «Талантливый Котлас». Выгодно подчеркнуть вкус и статус владельца. Ну, а отдых на нем – просто истинное удовольствие. Интерьерная кровать из каретной стяжки с разными подъемным механизмом по вашим размерам заказывайте в мебель-маркет Мибери. Кстати, при покупке вас ждет скидка на матрас 15%. «Даниловская мебель» готова удивить кухнями собственного производства. При этом можно сделать дизайн проекта 3D, установка и сборка бесплатно, каменная мойка – подарок. Только представьте, как соберется вся ваша семья вот за таким столом. Обеденные комплекты в разных вариациях предлагает знаменитый салон «Гранд Мебель». Они гармонично дополняют вашу кухню, в каком стиле она не была бы оформлена. Есть рассрочка от магазина. Итак, шоурум столицы на цукольном этаже. Место встречи для тех, кто экономит время, деньги и ценит иют. Идем на шоппинг в Невске. В техпроме сегодня сборка компьютера займет всего 15 минут. До конца октября акция «Революция скидок». На определенные серии бытовой техники цены упали ниже некуда. В отделе женской одежды «Мария» берите верхнюю одежду со скидками до 50%. Куртки на синтепоне, кашемировое пальто, парки размера от 40 до 60. Порадует детей подарками за дело «Игрушкина». В помощь взрослым детские игрушки, которые способны не только развлечь, но и познакомить ребенка с окружающим миром. Подарить ему новые навыки и умения. В связи с открытием салон «Джулия» делит цены пополам на всю коллекцию нижнего белья. 500 сертификатов на 500 рублей в подарок ожидают первых клиентов. Итак, встречаемся на втором этаже торгового центра «Невский». Место, где покупки превращаются в отдых. На сегодня у меня все. Далее – блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите нас каждый будний день на каналах РЕН-ТВ и в телепроекте «Регион-29» на канале «Правда Севера». А также в сети Ростелеком и в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда рады вам в нашей редакции на «Ленина-60». Наш телефон – 8-921-080-0045. Приятных вам выходных! Что нужно каждой девушке этой осенью? Элегантная сумочка, пара перчаток и яркий зонт. В отделе «Тысяча сумок» как раз появились идеальные модели для создания вашего образа. Удобство, красота, лаконичность сезонных трендов. За новинками приходите в отдел «Тысяча сумок» в торговой центре «Столица» и «Адмирал». 21 и 22 октября в ТЦ «Радуга» состоится меховая ярмарка из города Кирова. Норковые шубы от 2000 рублей в месяц. Пенсионерам скидки. Ждем вас с 10 до 19 часов. Сенсация! Компания «Шикарные двери» представляет. Глобальные скидки до 40%. «Шикарные двери»! ТЦ «Южный», ТЦ «Рубин», «Фрунзе-11», а также в Коряжме на Депцина-2. «Шикарные двери» открывайте с любовью. Пенза «Город мебели». Наш отдел работает напрямую с 15 фабриками. Индивидуальные и стандартные модели. Набор модульных систем. Столы, стулья на прочном металлокаркасе. Большой выбор материалов от надежных производителей. Замер, дизайн-проект в короткие сроки. Доставка по городу бесплатна. Ждем вас на Ленина 65А. Здравствуйте, с вами Елена Лаева. Я расскажу вам о погоде на ближайшие дни. Наш прогноз выходит при поддержке магазина строительных и ремонта материалов «Макси-дом». Как будет выглядеть ванная комната после ремонта? Посмотри уже сейчас. Новый уровень проектирования интерьера в «Макси-доме». Совершенно бесплатно. Теперь вы сможете не только создать уникальный дизайн, но и увидеть его в шлеме 3D-реальности. Подготовка проекта в течение 10 минут. Раскладка текстур в реальном времени. Мгновенные изменения и обновления дизайна по вашему желанию. Интерьер с любой плиткой и даже из других магазинов. В «Макси-доме» все с умом. По лунному календарю ближайшие нехороши для активных контактов и торговых операций. Но проверить свое здоровье предлагаем в медицинском диагностическом центре «Просвет». В медицинском центре «Просвет» ведет прием от Арина Ларинголог. Компетенция этого специалиста – диагностика и лечение заболеваний уха, горла и носа. Проверить состояние пазух, выявить гайморит и другие заболевания можно с помощью синоскопии, безболезненного и безопасного исследования. Работа синоскопа основана на методе ультразвуковой диагностики и не имеет противопоказаний, в отличие от традиционной рентгенографии. Оценить остроту, степень снижения и нарушения слуха поможет аудиометрия. А сдав лабораторные анализы, вы узнаете причины недомогания и воспаления лор-органов. В ближайшие дни в Котласе ожидается пасмурно, возможно небольшой снег. Температура воздуха днем от минус 2 до плюс 1, ночные часы от нуля до минус 2. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. С вами была Елена Нелаева. Хороших вам выходных. Увидимся на каналах РЕН-ТВ и «Правда Севера» в телепроекте «Регион-29». Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат» 2-й этаж.